Давайте вопрос тогда, что ли. Пишут, что теперь партии будут включать в свои составы людей с фамилией Мальцев, чтобы легально воровать голоса и, в общем-то, в заблуждение вводить избирателей. Ну, не думаю, что так что-то получится у них. Может быть, но это старый способ. Я помню, однажды, когда я шел на выборы в 2002 году, не двух, что ли, Мальцевых, а шел, рулили в список. Два Мальцева был потрясающий, был герой России, который, ну, так как имел поддержку от власти, и он мог отжать у меня какую-то часть голосов, и поэтому я, благодаря своему товарищу, нашел тоже героя России. Было на округе два героя России и три Мальцевых. Это было потрясающе, конечно. Ну, а в принципе, иногда это работает. Да, часто работает. Приходят к какой-нибудь бабушке, например, спрашивают ее, за кого будете голосовать, она лежит, даже сама писать не может, будут голосовать за КПРФ, а там их пять. И за какую голосовать? Вот у меня тогда каждый пятый голос взял Мальцев, каждый пятый голос, левый Мальцев взял каждый пятый голос. Причем он взял псевдоним «Настоящий». Мальцев «Настоящий», а я говорю «Игрушечный», я «Игрушечный», а он «Настоящий». Истинный Мальцев. Алексей Житков просит поздравить его с днем рождения. С днем рождения, Алексей. С днем рождения. Вчера у него был день рождения, Алексей, простите, не прочитали вчера, прочитали сегодня, поэтому так заочно. Лучше поздно будут с друзьями. А, да, он пишет, что завтра будет с друзьями, вот поэтому, в общем-то, вы с друзьями, мы вас поздравим. Такой вопрос. А сколько вообще желающих сменить власть? Кто не на словах, а на деле осмелится что-то предпринять. Да и вообще, каким образом простые люди смогут чего-то добиться? Ну, вы видите, что желающих сменить власть становится все больше и больше. И когда их станет абсолютное большинство, у нас все очень хорошо получится. И тут вот кто-то смеется, что там, ну, тролль какой-то, что там вот люди спрашивают, как это, что будет с Россией и так далее. Ну, знаете, почему спрашивают? Это я для тролля, потому что он навряд ли нас смотрит давно, потому что, как правило, я не ошибаюсь. Если я говорю, что так будет, то так оно и случается. Ну, это от мамы с папой такой дар, поэтому я вообще не знаю, не могу это комментировать. Я знаю, что это получается, что это работает. Поэтому и спрашивают. Если бы я их хоть раз обманул, ну, наверное, бы они меня не спрашивали. Спрашивают, будет ли разрешено лечение ЛСД и марихуаной, а от чего они зависимость не вызывают? Ну, да, марихуанная, ЛСД, марихуанная имеется в виду, там, в некоторых странах раковым больным, больным аутизмом еще кому-то прописывают. Я не знаю, это врачам, если они захотят, посчитают врачи нужным это и пусть прописывают сколько угодно. У нас нет, так скажем, противодействия этому никакого не будет, с какой стати, а зачем, если они считают это медицинских полезных. Это же не лоботомия, да, вот. И, а ЛСД, ну, а зачем ЛСД, да, и циламид лизергиновая кислота, в общем-то, мы знаем, какого она действия, и это глюциноген, да, каким-то образом расширяет сознание. Если это нужно в научных целях, ну, пусть жрут ЛСД сколько хотят, там, Тимоти Лири, мы бы не стали гонять, да, по всему миру и за его, там, семь языков Бога. Ну, пусть говорит на своем языке Бога, нас это совершенно не волнует, там, или, там, Грофс, это там кто-то, а еще ЛСД жрал, да, тоже. Ну, группами, там, для того, чтобы, с научными целями, с какими-то, а так, конечно, в медицинских целях я не слышал, чтобы применялось. А, вот, шизофрению лечит микродозами ЛСД, видите, вот это я не знаю, к сожалению, я не знаю, если это, ну, психиатры, если у нас сульфазином лечат до сих пор, да, то уж. ЛСД, я думаю, это мягкое лечение, да, даже с изофреником ЛСД давать, если у нас с сульфазином до сих пор, там, чем хочешь. Вот, пишет человек, передолом, там, да. Пишет человек, Вячеслав, вы не правы, вы делаете революцию для тех, кому она выгодна, народу она невыгодна. Казалось бы, обыкновенные сообщения, я бы забанил, даже не посмотрев, но у человека 65 тысяч подписчиков, то есть, вряд ли это тролль. Видимо, какой-то видеоблогер. Мне неизвестно... У него 65 тысяч подписчиков и так далее, у него все... И он говорит от имени всего народа, что у него невыгодно. Вот давайте у народа спросим накануне 5-го, 11-го, 17-го года, и если большинство народу скажет нет, то я обещаю, что я не буду ничего делать. Вот обещаю. Большинство говорит, нет, не нужна революция. Но их должно быть абсолютное большинство. Вот их должно быть больше 90%. Они говорят, нет, не нужна революция. И все, я говорю, все, извините, ребята, я вообще не туда зашел. Просто я убежден, что этих людей будет 50 на 50. Вот если 50% скажут, что нужна революция, помилуй бог, мы ее обязательно сделаем. Сколько будет стоить литр бензина после 5-го, 11-го? Я откуда знаю. Я думаю, что столько будет стоить, сколько должен стоить в нефтедобывающей стране. Но если Ротенбергов, там всяких Тимченок, Сеченок не будет, представляете, вы уберите долю Тимченка, Ротенберга, и все, и будет сразу бензин. Я не знаю, сколько он будет стоить. Я думаю, что он нисколько не должен стоить, потому что бензин вообще не должен продаваться, как что-то нечто ненужное. Должно другое топливо. Не, ну, пока мы с этим живем, еще долгое время будем здесь в России жить с бензином, к сожалению, ну, стоить он будет сколько? Себестоимость плюс 15% прибыли. Сколько это будет там? Я не знаю. Это надо считать. Ну, я не думаю, что это какие-то серьезные деньги, хотя бы, что это 5 рублей. Это даже не 5 рублей. Ну, и, в общем-то, вы можете посмотреть на опыт стран, у которых, кстати, нефти нет, да, не нефтедобывающих стран, у которых там, ну, знаем мы эти, да, Гвиния и Бесау, все возможные, у которых там по 15 копеек. Ну, в Венесуэла. В Венесуэле жрать нечего, а бензин стоит копеечку. Туркмения. Туркмения, вот вам, пожалуйста, бывшая страна Советского Союза. Почему же гораздо дешевле? В Саудовской Аравии вообще абсолютная монархия. Бензин меньше 10 рублей сейчас стоит. Мы говорили, что он будет стоить 18, так вот люди приехали оттуда и говорят, нет, ребята, 18 никакие не стоят, меньше 10 рублей стоит. Сколько его там не повышали, все равно 10 рублей он не превысил. Так, что еще, какие вопросы? Как относитесь к современному российскому кинематографу? Да я, честно говоря, особо сильно не смотрю, что я из современного российского кинематографа смотрел. Вот этот экипаж новый, ну, как-то, ну, смешанные чувства, конечно. Ну, фильм я посмотрел так с удовольствием, без удовольствия. Ну, были моменты, когда что-то мне не нравилось, что-то нравилось. Ну, в любом случае, в общем-то, достойный фильм вот этот экипаж. Вполне, ну, конечно, там, что-то фэнтези уже какой-то, ну, посмотрел нормально. Вот, что еще там, какие-то современные фильмы я смотрел. А, вот мне этот фильм понравился, где семья-то, комедия. Семья-то такая была, который, метеорит упал, и она получила там разные свойства. Мне понравился фильм, я смотрел, отдыхал. Там много, ну, как комедия, очень хорошая, легкая комедия. Еще мне понравился, иногда все не нравится, ну, комедия ужасная. А момент, вот, один актер, не знаю, как его фамилия, и фильм, не помню, там, летающая тарелка прилетела, и сливают они дерьмо в землю. А потом он с инопланетянами напился, они ему сказали, что земля каюка, надо тут всем улетать на этой тарелке. Вот, там, свинью везет свою на этом, на салазках, чтобы улететь в землю. Ну, это гениально просто. Вот так вот, так фильм-то слабенький. А вот этот вот момент очень мне понравился, я прям счастлив был посмотреть такой. Нет, конечно, российский современный кинематограф ужасен. И если вы хотите, там, какие-то предметные вещи, вот я год-два назад, даже уже скоро три, наверное, или сколько, рассказываю про фильм «Сталинград». Вот, посмотрите, Мальцев о фильме Бондарчука «Сталинград». Это вот просто для кинематографа это «Сталинград», понимаешь, это просто жесть какая-то, ну, такая чушь. И такой чуши, конечно, очень много, особенно этой патриотической чуши, очень много. Ну, вот «Легенд номер 17» я смотрел давно уже, ну, неплохо. Второй фильм, вот этот «День выборов», второй, второй, тоже неплохо. Метро. Метро. Не верю. Так. Балабанов снимает нормальные фильмы, ну, это... Снимал, а? Снимал, да, снимал, да, и фильмы я уже к классике отношу, брат, там, брат 2, война, там, что там еще было. Спрашивают, смотрел ли ты «Гран Торино». Нет. Хороший фильм. Зачем ты забанил нашего любимого тролля? У нас есть любимый тролль... Я его не забанил, я его исключил на 5 минут. А, все. У нас есть любимый тролль, я его жалею уже все время, которое я здесь нахожусь, он всегда так на грани фола. Я все думаю, вот сейчас немножечко перейдет эту грань, и я его забанил. А нет, он вот все держится. А Валера взял его и забанил. Гороломно. Что будет с хрущевками после 5-го, 11-го? Не, ну, как жилищный фонд, нужно восстанавливать хрущевки, по большей части нужно, конечно, сносить, строить новые дома. Да, это однозначно. Но, ну, это же не случится вдруг. Мы вот пришли, и завтра раз все, никто не живет в хрущевках, все живут в элитном жилье. Но вдруг случится, что большое количество элитного жилья, конечно, будет распределено между малоимущими. Ну, то, которое будет конфисковано у воров и жуликов. Хватит его, чтобы переселить всех из хрущевки. Я не знаю. Ну, посмотрим, война план покажет. Что не хватит, значит, нужно заново все переделать. Ну, вы понимаете же, что будет взрыв такой вот именно строительной деятельности. Представьте, меняется власть. Этих мы отправляем место жительства, мы им находим где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке, там на пляжах Колымы, Индигирки. Там небочатый край, земли сколько хочешь. Рой землянку, живи классно. Остается огромное количество жилья, различных дворцов. Чего только нет. Я не знаю, как вот там эти, когда приватизировали, они комитет по имуществу создавали. Вот нам придется комитет по конфискованному имуществу создавать. И вот мы переселяем из этих хрущевок. Ну, будем это делать целенаправленно. Представляешь, огромные поля этих хрущевок остаются пустыми. Их нужно сносить. То есть, это халявная земля, на которой там какие-то умняшки могут строить все, что угодно. И там, ну, конечно, мы не дадим этим девелоперам так развиваться, как они сейчас. Но предприниматели от строительства будут нормальные деньги на этом зарабатывать. То есть, им вот сказали, ребят, вот вам земля, сносите, стройте, там 40% муниципалитету отдайте, и там делайте, что хотите. То есть, строительство жилья, во-первых, будет, а во-вторых, и нежилое строительство очень большое. Посмотрим. То есть, освобождается территорий, с которых людей мы отселяем. То есть, это уже и не только, да, в Москве, там, в Саратове. Что такое? Да, ничего себе. Потому что свои воры и жулики, даже в каждой Пырловке есть кого, там можно отправить куда-то. Да, пишут, ставьте лайки. Напоминаю, что... Супер Бобровый фильм написали, да? Да, Супер Бобровый, очень смешно. Напоминаю, что когда вы ставите лайк, вы поднимаете нас в топе Ютуба, и больше людей может посмотреть наше видео. Поэтому оторвитесь на секунду и внесите свой вклад в развитие нашего дела и нашего канала. Мальцев от Вавана работает, внимание отвлекает, пишет. Какое же мы, внимание отвлекает? От кого отникает? Мальцев сосредотачивает внимание именно на Ваване и на всей этой братии. И на тех вопрос, когда там говорят, там... Я, конечно, вот сказал бы по-другому. Скорее, Ваван от нас работает, да. Потому что мне сегодня говорят, а вот кто главный революционер? Кто сделает революцию в России? Я говорю, конечно, Путин. Если не Путин, то кто? Вы понимаете, то, что он делает, это ни одному революционеру не под силу. Мы никогда в жизни не смогли сделать, то есть загнать в жопу всех пенсионеров. Разрушить всю экономику России. Создать огромный класс голодных вообще с голой жопой людей, которые будут здесь все ненавидеть. Где бы огромное количество пролетариев наделить различными гаджетами. Дав им под бешеные проценты кредиты, сделав их должниками и своими врагами. Кто мог еще этого сделать, кроме Путина? Это надо патологической жадностью обладать, патологической глупостью обладать и стремиться к тому, чтобы самому себя похоронить. У любого, кто стоит у власти, есть инстинкт самосхоронения. Ощущение, что у Путина его нет. Поэтому, конечно, если не он, то кто? Он главный революционер. Он все это делает. 90 процентов, 95 процентов работы он делает за нас. Нам остается только направлять все. Очень хорошо получается. Так что спасибо, Вовочка. Это зачтется. Это будет смягчающим обстоятельством. Ну, только, наверное, не в трибунале, а в аду уже. Какая прелесть. Пишут, о каких 7 тысячах долларов в четверг, 16 июня, в начале эфира вы говорили. Мы, по-моему, не говорили ни про какие. Я вот пытаюсь вспомнить. Нет такой цифры вообще. Нет такой буквы. Про миллиард долларов. Нет, нет. 7 тысяч долларов. Вчера мы вроде как говорили про какие-то 7 тысяч долларов. Вот пишут, что у нас доход-канал 7 тысяч долларов, побудьте богу, нисколько не так. Чего все 7 тысяч долларов? Мы вроде бы как вчера говорили про какую-то сумму. Я понял, что у нас доход-канала 7 тысяч долларов. Нет, ну, доход-канала, безусловно, не 7 тысяч долларов. Если все-все-все собрать, то я думаю, что вот если даже все русские деньги перевести, и то, что присылается нам и так далее, то и половины не будет. И половины не будет, я вас уверяю. Поэтому мы как бы знаем все эти доходы. Кроме всего прочего, то, что является монетизацией, очень легко просчитать. Кроме всего прочего, у нас самый низкий тариф. И половина всех этих наших программ, да, они не монетизируются, потому что в них мы рассказываем про убил и съел, ругаемся матом, что там еще нельзя делать. В общем, короче, мы делаем все, что нельзя. И это новости, и нельзя, в общем-то, рассказывать при этом про убиенных, там, про взрывы, про теракты, а мы это делаем каждый день. Поэтому у нас самый низкий тариф и минимальная монетизация всего. Если, конечно, мы как про котиков рассказывали, там, бегемотиков, у нас было бы столько просмотров, но, может быть, и то мы 7 тысяч не получали. Даже, ну, половину, может, от этих денег, может быть, чуть больше половины. Ну, и нужно понимать, что если бы мы ставили задачу в заработке денег с канала, как нас очень часто упрекают, да, то мы бы поставили закрытую лицензию. И все те зеркала, которые нас транслируют, и некоторые из которых собирают больше просмотров, чем основной канал, но таких немного, но, тем не менее, вот. Они просто этого делать не смогли, и наша аудитория выросла бы, наверное, основного канала, я имею в виду, выросла бы, наверное, раза в два точно, а то и больше, и следовательно, доходы бы наши выросли в два, а то и больше. Но мы этим не занимаемся, потому что задача наша не зарабатывать деньги. Да, ну, у нас политические цели, и правильно Сергей говорит, что мы могли бы поставить лицензию, чтобы никто ничего не мог скачивать, а если он скачал и показал, то нам денежку бы присылали. Ну, тогда масса людей, которые бы не работали на нас, а они, вот мы их не знаем, они нас не знают, они, тем не менее, продвигают, работают на нас, они, может быть, в политике, им пофигу политика, да, но они профессионалы в продвижении, и они хорошо нас продвигают, и мы им за это ничего не платим, потому что они платят сами себе, и, в общем-то, я считаю, что это хорошо и правильно, и когда меня уверяют, что это неправильно, то я в это не верю, я считаю, что это правильно. Пусть зарабатывают, это очень хорошо. Да, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш резервный канал, на нашу страницу ВКонтакте, в нашу группу ВКонтакте, вступайте, и если вы хотите быть волонтером на грядущих выборах, ну, вообще какое-то участие принять, то пишите почту parnasar.gmail.com, но она в описании есть, и, собственно, все есть в описании, в том числе реквизиты. Да, и как-то я так скептически в эфире сказал, что сегодня пятница, нас мало, а вот лайков у нас 4700, давайте всего 300 лайков, и мы опять отметку в 5000 преодолеем, даже в пятницу, и это будет очень хорошо. Да, пятница такой день, когда не очень много людей смотрят. Но, однако, вот рейтинги-то у нас хорошие. И, кстати, да, мы вчера на странице ВКонтакте об этом писали, но не все нас читают ВКонтакте, у нас за неполный месяц, то есть еще сколько там, 4 дня, по-моему, оставалось, да, у нас рост количества лайков вырос на 17%, то есть относительно прошлого месяца на 17% больше лайков стали ставить. Мы посчитали это очень хорошие показатели, и это опять же говорит о том, что мы вывод в этом самом информационном мире набираем новые обороты. И спасибо вам за это. Меня спрашивают, после революции будет очень трудно, первое время, пишут после революции. Первое время, наоборот, будет очень легко. Почему? Потому что будет эйфория. Будет эйфория, и первое время, наверное, это, так сказать, ближняя перспектива, очень легкая, в среднесрочной перспективе, конечно, придется поднатужиться, но я не думаю, что будет тяжелее, чем, например, теперь. Голодных в любом случае не будет. В любом случае мы будем стремиться дать людям жилье, какие-то преференции и так далее. То есть пойдет некое развитие. В любом случае некому будет красть нефтедоллары какие-то. Они будут отдаваться людям, значит, в виде пенсии, в виде пособий и так далее, в виде зарплат врачам, учителям, соответственно будет увеличиваться денежная масса везде. То есть это плюс торговли и так далее. Естественно, мы сразу займемся финансированием медицины и так далее. Ну, то есть пойдут реальные деньги не в карман Ротенберга, а в экономику. А что такое деньги? Это воздух. То есть у нас опять про лже-науку, экономику. То есть в основе вот так сказать ладно, давай это. А то сейчас вот я смотрю уже 48 минут и меня проклянут. Давай про экономику мы поговорим потом. Да, я могу сказать, что формула капитал, да, по Марксу. Товар, деньги, товар. Так вот, вот эти вот, которых я называю лженаучники, да, они придумали другую форму. У них деньги, товар, деньги. Понимаешь, у них без материального производства они умудряются зарабатывать, что является, в общем-то, ну, пирамидой, да, еще худший, чем пирамиды Мавроти. Потому что в основе всего лежит материальное производство. Не деньги, которые там нарисовали, а материальное производство, то, что можно пощупать, сожрать, одеть на себя. А у них материальное производство и их экономика это абсолютно разные вещи. Ладно, я сейчас разойдусь. Спасибо, что вы нас смотрите. Храни вас Бог, вот мне пишут. И вас храни Бог. Значит, до новой исторической эпохи осталось 504 дня, а может быть и меньше. А может быть и меньше. И надеемся на то, что меньше. До свидания. До свидания. Удачных выходных. До свидания. Удачных выходных. Продолжение следует...